Всего лекарства из первой партии Стабфонда получили 88 аптек области. Формирование их списка прошло с участием отраслевой ассоциации. В оперативном штабе ранее публиковали все наименования препаратов и адреса всех аптек, куда они поступили. Следующая партия ожидается на будущей неделе. Это аптека номер один, что расположена по улице Садпай, 18. Сюда завезли препараты, доставленные в наш город для стабилизационного лекарственного фонда. Далее идет компьютерная обработка. Каждая упаковка на счету, все должно быть прозрачно с точки зрения справедливого распределения. При этом фармацевты просят обратить внимание вот на эти ярлычки на препаратах. Мы сами придумали эти сигнальные ярлычки для того, чтобы покупателям было понятно, что это за препараты. И соответственно наши сотрудники, наши фармацевты будут рекомендовать их в первую очередь. И мы также вывешиваем в каждой прикасовой зоне список препаратов, которые мы получили из ТАП-фонда. Вот с ценами. Соответственно это будет давать большую прозрачность и покупатели будут видеть, что все это работает, снимет напряженность и некоторые вопросы. Никакого ажиотажа нет. Медикаменты имеются, антибиотики по рецептам. Есть жаропонижающие. В этом убедились представители группы общественного контроля. Через ТАП-фонд заработали. Сейчас уже в аптечной сети имеются препараты. И это уже радует. Это уже положительная динамика. Мы, конечно, мониторинг аптек будем проводить на постоянной основе для того, чтобы видеть ситуацию и информировать население нашей области об имеющихся проблемах или об имеющихся медицинских препаратах. Уже лучше. Антибиотики отпускаются по рецептам, остальные препараты строго на курс лечения. Да и сами медики говорят, что закупать прок лекарства практически бессмысленно. Любое лекарство, особенно антибиотики, они назначаются по... Во-первых, они назначаются врачом. Это раз. И поэтому нет необходимости было закупать эти антибиотики. Во-вторых, сейчас, как всем известно, это вирусно. И использование антибиотиков – это неразумно. В аптечную сеть «Глория Фарм» поступило 32 номинования лекарственных препаратов, в том числе самые популярные антибиотики – азитромицин, цевтриаксон и другие. Павлодарцам не стоит переживать, считает Наталья Иванова. Лекарственные средства в Павлодар начали поступать. Очень большая благодарность Экимату. Соответственно, и ассоциации очень большую работу сделала. Поэтому лекарственные средства есть и лекарственные средства будут. Единственное, мы будем отпускать лимитировано, чтобы не было ажиотажа. На курс лечения и так далее. Поэтому волноваться не стоит. Заявки на недостающие препараты будут подаваться своевременно. Поставщики надежные 2-3 раза в неделю. В Павлодар будет приходить транспорт из Алматинской области. Мурат Ибелможид, Незберс Могулов, Амир Ирлануло и Ерта Сахпарат.